Добрый день, уважаемый зритель! Я вновь, теперь уже с включенным микрофоном, записываю видосик, за что же я хечу и местами ненавижу эту замечательную игру. Давайте объективно. Эта игра в целом нишевая, она не для всех. Даже любители Майнкрафта, строителей грядок и других игр наподобие веселой фермы могут попробовать в нее сыграть и она им не понравится. Управление здесь, как вы знаете, не самое лучшее. Но если бы это было основным минусом игры, то в нее бы, наверное, никто не играл. Более-менее с управлением можно справиться. То, что большинство рецептов удобнее смотреть не вот книги рецептов, а на сайте, ну как бы тоже такой себе минус. Можно привыкнуть. Изначально для меня это было немножко странным, но как бы привык уже. Смотрю там, все нормально, все хорошо. Не особенно страдаю. То, что в игре базовый зум не позволяет вам нормально играть в более, как высокий уровень игры, чем стартовый, это как бы отдельная тема. То есть я, в отличие от многих, не хечу разработчика, я понимаю, когда у каждого свое видение, как должна выглядеть игра, что в ней должно быть. Но вот это стандартный зум игры. Если вы играете на большом сервере и какой-то добрый человек привел вам медведя, у вас есть примерно одна секунда на реакцию. Потому что дальность перебега вот здесь. И вы просто видите, что к вам что-то идет. Никакой уровня опасности в игре нет. Вы просто стоите. К вам приходит медведь. Вы даже его не заметите вот на таком зуме. Его невозможно заметить на таком. Вы просто умрете и все. То есть опасность в игре, которая есть, она без всяких модов просто как... Она не очевидна. Ее нельзя даже понять. Например, вы не можете понять, атакует вас бык или нет. И что это за маленькие точечки? Почему вы вдруг пооранживали? Ну, это все отдельная тема интерфейса. Интерфейс в игре отдельная тема. И как бы недаром настолько популярны зум патчи, которые все это фиксят и которые позволяют играть более-менее комфортно. Даже добавляя всякие горячие кнопочки и прочее-прочее. Это спасает игру. Но что не спасает игру, это система глобальной задумки автора. Вот в чем же задумка? В том, что мы играем за цивилизации, которая выживает и которая стремится выжить, строить и все такое. Но самый существенный вот этот минус, то что все цивилизации в этой игре, в притекущей механике, рано или поздно погибают. Ни одна цивилизация в принципе не может выжить при текущих механиках. Возможно разработчик так и задумывал. И в этом суть всего хардкора этой игры. Вы играете 60 минут, но более того, что вы играете 60 минут, вы вкладываете свое время во время других игроков. То есть вы садите огород, которым будут питаться другие поколения. Вы делаете машину, на которой ездить будут другие поколения. Вроде бы звучит разумно, но фишка в том, что этих других поколений может не быть. И чаще всего они рано или поздно умирают. И они умирают не то чтобы рано или поздно, они умирают рано и очень часто. И вот в этом как бы основная проблема, которая в этой игре замечена. Механика гибели поселений работает намного лучше, чем механика их выживания. Например, мы играли 3 года назад. У нас была компания, мы вовсю бегали, радовались и все такое. Тогда, в те времена, все бегали в кроликах. Не было никаких таких особых огородов. В лучшем случае, там, поселение, не знаю сколько жило, может полдня, а то и меньше. А то и вообще одно поколение. То есть, стартовать за Еву было очень нормально. Все стартовали за Еву, бегать Евой. Все могли с этим ознакомиться и увидеть, боже мой, что делать Евой, геймплей за Еву. Я не хочу быть первой мамой, мне нужно ухаживать за детьми. Но тогда это было частным явлением. Когда я вернулся в игру, спустя, вот, совсем недавно, относительно полгода, как начал снимать видосы. Пани, видосы, слово видосы, я никак не могу брать из своего паразитного сленга. Вот. Когда я начал снимать видосы, ситуация, казалось, изменилась. Я пришел в игру, где, вау, вау, наконец-то, игроки тут что-то делают, что-то строят. Все очень классно выглядит. Да, боже мой, по сравнению с тем, что было раньше, просто, просто великолепно. Но на практике, на практике, оказалось, что это великолепие достаточно поверхностное. Несмотря на то, что часть игроков, наконец-то, в нашу эпоху научилась более-менее играть. И сейчас есть костяки игроков, ну, как, некоторое определенное количество игроков, которые позволяют вывести поселение на уровень выше просто одежды для кролика и выше одного выживаемости. Тем не менее, все еще очень большое количество игроков... Ух ты, надо как-то отметить, что я тут вылил воду. Все еще очень большое количество игроков, которые руинят игру. Давайте поговорим о том, что в игре всегда много... Откуда-то берутся новички. Я думал, что спустя столько времени новички вымрут, наконец-то. Но нет, новички не вымирают. И иногда отдельно взятые новички намного опаснее, чем умышленный грифер. Дело в том, что новички примерно по уровню зловредности, может быть, чуть-чуть уступают гриферам. Потому что, вот смотрите, мне на разработку этого сада понадобилось там некоторое время. Новичок может прийти, все съесть и не понять, где же он налажал. А новичок может взять важный инструмент или встать прямо вам в слот печки и простоять так и спрашивать, что как дела. И я не говорю про новичков следующего уровня, с которыми я сталкиваюсь все чаще и чаще. Это новички, которые вроде бы как уже разбираются в механике, знают простые вещи, но, например, не понимают, как выглядит метаигра. Что нужно машину защищать, не отдавать власть. Я раньше думал, что роль лидера это заниматься всякими эксайлами и всем прочим. На самом деле основная роль лидера это не дать стырить то, на чем играют сильные игроки. То есть машины, керосин, вот это основная задача. Лучшая роль лидера это не бегать, проклинать, разбираться, кто в чем виноват. А проследить за тем, чтобы вода поступала, керосин не был украден, машины не были увезены. Все остальное менее важно для лидера. И тут мы подходим к игрокам, новичкам, собственно. И, собственно, игровой механике и гриферам. Если ты в игре умышленный грифер, то рано или поздно ты столкнешься с тем, что тебя проклянут. Очень многие, как бы, описывали эту механику как неправильную. Например, ты новичок, нуб, ты что-то делаешь, тебя прокляли и ты не можешь родиться. Но только потому, что ты новичок. Либо что-то натупил и неправильно сделал. Такое случается редко. Сейчас практически никто не проклинает. Единственная ошибка, которую сейчас допускают множественные игроки. Не знаю, откуда вообще это взялось примета. Ее расписывали подробно на сервере. Но вот в чем проблема. Многие игроки проклинают своих детей, которые умирают. Зачем они это делают? Чтобы игроки у них не родились. Но они забывают один прекрасный момент. Этот ребенок не сможет играть с ним. Вот, например, на большом сервере в среднем играет там 2-4 семьи. Если пару человек проклянет этого товарища, то он просто уже не сможет родиться. Он будет рождаться либо Евой, либо в Донки Тауне. И на этом, как бы, его геймплей закончен. А время разбана официального там составляет что-то в районе 2 месяцев, 60 дней. И чем больше людей тебя проклянут, тем сложнее. Ладно, там, допустим, один человек. Но, как бы, это еще можно пережить. Так вот, вот, совсем недавно, совсем недавно я узнал, что система проклятий, в принципе, не так, чтобы сложно, но ее реально обойти. То есть, допустим, вы умышленный, вы играете против умышленного грифера. Раньше все, что вам нужно было сделать, чтобы грифер перестал играть с вами, это проклясть его. После чего грифер пропадал, вы радовались игре и все. Но оказалось, что есть механика, при помощи которой, будучи грифером, ты можешь снять все проклятия с себя и возродиться, независимо от того, что там тебя проклинают или нет. То есть, игроки, которые более-менее шарят, но которые при этом злобные, они знают, как обойти методику проклятий. А игроки, которые новички, которых проклинают, по сути, ничего с этим сделать вообще не могут. Вот если их прокляли, они по сути будут играть, по сути, по сути, по сути, по сути, они будут играть в Донкетауне, рано или поздно. И вот так вот и живем, собственно. Мы сталкиваемся вот с вот такой описанной мной проблемой. Что гриферы знают, как обходить это, а новички понятия не имеют. И что же мы по итогу имеем? Что новички, приходящие в игру, но которые подпадают под проклятие. Например, под мое, после того, как я принес в другую деревню вещи, а меня просто застрелили из лука и сказали, это враг народа, его надо убивать, мы играем в роллоплей. После того, как я проклял этого чувака, он рано или поздно, больше он со мной не появлялся. Один раз я его нашел в другой деревне, перебежав, но больше он уже со мной рядом не рождается. Так вот, эти игроки, которые более-менее нормальные, никогда не смогут выйти из проклятий, рано или поздно будут играть в Донки Тауна. А гриферы, как я и сказал, по сути, знают, как это обходить и просто обузят эту методику. То есть система проклятий, она не защищает больше. Раньше я еще полагался на такую интересную вещь, как фекс-чат. Я всегда думал, что в фекс-чате адекватные люди, да, иногда там что-то проскакивало странное, но видимо, после того, как появилось бесконечное количество видосиков, как установить хетуш, видимо, моя тоже работа, люди стали устанавливать, и тут уже появляется полный трэш. Тут уже пишут, начинают сраться, тут еще превращается адский балаган. Более того, оказывается, в хетуше нету защиты от... вы не можете защитить свой никнейм. То есть ваш умышленный грифер может просто взять ваше имя и писать под ним. Писать под ним гадости. Другие игроки вас забанят, вы перестанете их видеть здесь, перестанете общаться и потеряете последнюю координацию. Да, на тему координации. Разработчик задумал как? Что если на сервере есть определенное количество игроков, игроки не могут добывать из соседних биомов ресурсы. То есть если у нас есть все четыре поселения, то вам нужно идти и с ними общаться. Но общаться может только одна семья, так называемая живущая в лэнгвич биом, который находится между тундрой и джунглями. Называем его зеленый. И суть не меняется. Суть в том, что только эти игроки понимают общий язык. Они понимают всех игроков. И второй способ это переписка. Писать сообщения, что вам нужно и все такое. Так вот. Разумеется, эта механика очень сложная. Дело в том, что ты не знаешь какое твое поселение. Слишком все рандомизировано. Напомню, что рано или поздно с какой-то вероятностью в поселении просто не будет девочек. То есть, допустим, игроков на сервере 20, а деревень у нас 10. Вероятность того, что в какой-то момент не родится девочка, либо девочка состарится, довольно высока. Поэтому в каком поселении вы родитесь и как вы будете общаться с другими сложно. Вот этот хетуш помогает вам общаться. Вы можете списываться с игроками здесь. Плюс вы не ограничены текстом. Вы можете договориться с кем-то. Но, опять же, этой штукой вполне начали пользоваться гриферы. Более того, гриферы начали делать еще хуже. Они не просто ломают геймплей. Они еще и превращают этот чат в что-то крайне страшное. Они начинают там писать от других маты. В результате этот чат лучше вообще кажется, что выключить. И никакой защиты, собственно, от этого нет. То есть, в чем, если выразить глобально, проблема игры? В том, что в ней нет механик выживаемости. И нет механик... По которым вы можете остановить плохое поведение. Их просто нету. На данный момент их в игре просто нету. Система проклятий работает только для тех, кто не знает, как ее обходить. А так как умышленные гриферы профессионалы, более-менее... Ну, не настолько профессионалы, конечно. Но все-таки в игре хоть немножко понимают. Они давно уже обходят эту систему и просто гриферят деревню за деревней. Так вот, давайте посчитаем. Для того, чтобы сделать подобный сад. Для того, чтобы призвать лошадь. Сделать железные материалы. Вырастить виноград. Мне понадобилось... С учетом, что я игрок, который знает, что делает. Да, я не все делаю очень быстро. Не все делаю очень эффективно. Но я знаю, что я делаю и к чему стремлюсь. Я знаю принципы выживания поселения. Но на большом сервере я всегда имею дело с игроками. Которые этого не знают. И с которыми приходится, мягко говоря, бороться. Притом, с одной стороны, ты противостоишь новичкам. Которым нужно рассказывать. Как играть, что делать. Почему делать. Почему не мешаться. Почему лучше отойти. Иногда мне кажется, что лучше всего в игре молчать. Потому что чем больше вы говорите, тем больше вам отвечают. Есть целые категории игроков. Которые просто стоят и общаются в течение 30-40 минут. Устраивая какой-то то ли ролеплей. То ли какие-то беседы. То ли выясняя отношения. Абсолютно бесполезные действия. Когда человек просто стоит, ни хрена не делает. Целый, по сути, час. И ты задаешься вопросом, что ты в игре вообще забыл. Типа, тут каждое поселение на вес золота. Каждая женщина ценится. Потому что если вымрешь, то капец. А он стоит, просто ведет невероятный балаган. Так вот, имея дело с этим всем. Тебе нужно еще противостоять гриферам. В чем проблема с гриферами? А в том, что мне нужно делать многие вещи достаточно долго. Давайте рассмотрим классические шаги гриферов. Которые они делают. Классический шаг грифера это убить всех овец. Что он этим добивается? Он добивается, по сути, это не самый эффективный ход от грифера. Если бы гриферы все разбирались достаточно хорошо в игре, они бы знали, что это не ключевой момент. По сути, они лишают нас на некоторое время муфлона. Но муфлона можно привезти достаточно быстро. Они респаунятся на серой территории. И походу они респаунятся там достаточно шустро. То есть, на время мы лишаемся возможности делать одежду. Но обычно у поселения уже одежда есть. На время мы лишаемся делать какашки. Но обычно лежит целый ящик какашек к этому времени. На некоторое время мы лишаемся мяса. Но еды другой достаточно. Поэтому это шаг, который всех впечатляет. Все всегда пугаются. Но грифер при этом наносит минимальный вред. Взять лук, веревку, привезти нового муфлона проблемой особо не является. Это минимальный вред, что делают. Второе, что они делают тоже, новички гриферы. Они разваливают печки. Ну, разумеется, вам нужно всего лишь миска с водой, чтобы восстановить и камень, чтобы восстановить печку назад. Это несущественно. То же самое со стенами. Разрушение стен. Более того, большинство гриферов даже не знают, как разрушать стены. Я видел, они с легкостью хватают кирку. Там делают всякую такую фигню. Но на деле, например, обычную стенку поселения. Они не разрушают. Например, разрушив кухню, они достигнут большего эффекта. Но кухню никто не разрушает. Потому что, видимо, они не шарят, что для этого нужен чисел, что для этого нужно еще что-то. Ну, в общем, такие себе эти. Следующие, это те, кто воруют важные штуки из фенса. Ну, разумеется, это серьезно. Это уже серьезно. Игроки профессиональные строят фенс и загоняют туда машину с керосином. А непрофессиональные игроки потом нечаянно как бы открывают это. И керосин уходит, машина улетает. Игрок берет тачку либо лошадь и увозит все самые ценные ресурсы и где-то их прячет. Ну, по сути, это очень зловредная тема. Но фишка в том, что вы не заметите, если это кто-то делает, вы даже не заметите, что он это сделал. Потому что это, как, не очевидно для большинства игроков. Ну, и, конечно же, разрушение каких-то принципиальных систем. Типа, ну, Newcomen не самое сложное. Но вот, например, стырить насадку – это достаточно существенно. Потому что, ну, они обычно не тырят насадки, что удивительно. В общем, суть в том, что для создания насадки или для создания машины мне понадобится 5-6 жизней целенаправленной работы. Вот, даже если у меня полностью отстроенная база, все готово, никто не мешает, мне понадобится примерно одна жизнь, чтобы сделать машину. Еще мне понадобится некоторое время на добычу железа, на подготовку железа. Возможно, на это понадобится еще жизнь. Возможно, мне еще понадобится время для подготовки этого воды, запасов и всего остального. И тогда я смогу там сделать engine за одну жизнь и, наверное, за вторую жизнь, собрав все дополнительные компоненты из других биомов, связавшись с другими деревнями. Я обычно этого не делаю. Я просто еду по заброшенным деревням и собираю там вот эти все ресурсы. Потому что игроки, которые профессионалы, уже знают, что их нужно там оставлять. Потому что приедут другие гости, которые не могут это добыть, и им это пригодится. В общем, в общем. Суть в том, что для того, чтобы разрушить весь этот процесс, гриферу нужно примерно пару действий. Нам же на это нужно несколько часов. В условиях большого сервера многие вещи, то, что я, например, делаю самостоятельно легко, машину за одну-две жизни могу сейчас собрать с нуля. У меня все насадки есть, я просто могу заняться этим. Но у меня нету керосина еще. Это отдельная тема. Наверное, нужно уже заниматься керосином. Так вот, если мне понадобится тут две жизни, то на большом сервере мне понадобится 3-4 жизни. Или, если все готово, может быть быстрее. Может быть с кем-то там в кооперации, если никто не будет мешать, если никто не будет прибегать и кричать «Хое, плиз! Тяпку, плиз! Все, плиз! Дай мне, пожалуйста!» Либо я сейчас встану и буду тут тебе прям делать сам. Вот так вот стоит такая чуча и тыкается тебе в печку. «Будя-будя, а почему не горит? Почему не горит?» Потом возьмет, заживет твою печку, что-нибудь вытащит, что-нибудь заберет, помешает. Разумеется, это все скажется и на времени того, что вы будете делать. Вот. Так вот. Грифер разрушит вашу деревню за 5 минут. Все, что вы делали часами. И это является сейчас самой такой непростой игровой возможностью. Вы, получается, никак не можете им противостоять. Гриферы приходят, уходят. Сейчас популярно у гриферов делать другую фигню. Это приводить медведей. Как я и сказал, основная проблема с медведями, она для новичков. Старички знают, что ты берешь лошадь, уводишь, берешь лук, делаешь три выстрела. Но с вот таким зумом играть в охоту на медведя практически невозможно. Если у вас вот такой зум, вы, скорее всего, умрете. И не забывайте, что с таким зумом сейчас играет даже половина стримеров играет с таким зумом. Ты смотришь на это и такой спрашиваешь. А почему? Почему ты не установишь зум патч? Почему ты не играешь? Хочу играть в первородную игру. Я хочу, чтобы игра вот мне как разработчик задумывал. А ты такой думаешь, разработчик много что задумывал, но он много что не реализовал. И вот такая механика, когда вы не видите даже опасности в игре, он явно не предусматривал, что в игре будут гриферы, которых невозможно убить. Если все это сформулировать более-менее одним словом, то в игре сейчас возможность... Каждое поселение настолько хрупкая штука, что не можете... Как бы вы хорошо не играли, что бы вы не делали, от вас не зависит то, что поселение рано или поздно умрет. Это случится по одной из многих причин. Одна самая простая причина просто девочки не будут рождаться. Есть такой рандом, что девочки могут рождаться, а могут не рождаться. И рано или поздно просто девочек не станет. С какой-то вероятностью это случится. Потому что не все время все будут рождаться в одном поселении. Не у всех всегда возраст. Некоторые девочки побегают по чужим локациям. Все дела. Но рано или поздно это случится. Поселение не будет существовать вечно. Да, есть возможность, конечно же, вернуться в это поселение. Потом, позже, да. Такая возможность, конечно же, есть. Но это вас особо не спасет. И, собственно, вот так я примерно описываю текущие проблемы игры. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, на большом сервере сейчас игра практически как... Это Сизисов труд. Не помню слово Сизифов или Физифов. Не помню, как точно это слово читается. Суть в том, что что бы вы ни делали, как бы вы ни катили этот чертов камень в гору, Но рано или поздно он скатится. И никакие ваши действия, вообще никакие, не смогут этому помешать. В лучшем случае вы будете играть в мета-игру. И в мета-игре вы сможете приносить из одного умирающего поселения в другое ресурсы. Но, опять же, я вот столкнулся с новой метой игроков, новичков. Они просто занимаются убийством из другой деревни людей. Ты спрашиваешь, почему, а тебя начинают флеймить, блеймить, что угодно делать. Ну, я думаю, что это просто уже как... Гриферы нового уровня, они просто занимаются тем, что вредят поселению, но не так очевидно. А может быть, они просто новички. Тут хрен поймешь, на самом деле, кто тут, почему и зачем. Но вот такая ситуация есть сейчас. И я хз, что с ней тоже делать. Ты приносишь двигатели, приносишь бензин, занимаешься поиском вымерших поселений, чтобы все не отрабатывали. Приносишь лум. Но этим сейчас занимаются, кстати, большинство мета-игроков. Они перетаскивают все это из одного поселения в другое. Пытаются сохранить машины. Но если... Я недавно проводил такую статистику для себя. Я поскакал на лошади по части старым населения. И что же я там увидел? Примерно каждые три четверти, наверное, да, только одно поселение из четырех не было уничтожено медведями. О чем это говорит? Буйство гриферов сейчас, как бы, ну, мягко говоря, не остановить никак. И это как бы очень печально, что разработчик не особо продумал эту механику. Вернее, он продумал, но не продумал, что людей тут умных достаточно много, и его просто обхитрят. И та игра, которая играть вместе, возвращаться в те поселения, налаживать логистику, она вся не выходит. По простой причине, что игра сделана таким образом, что любое поселение рано или поздно погибнет. Притом, рано это нормально. Недавно в чатике товарищ Spoon, которого вы можете увидеть на форуме, обсуждал статистику, сколько живут поселения. И в последнее время многие поселения, они не живут даже, как, даже дня. Это серьезная статистика. Она как бы намекает, что все очень не очень. А на выделенном серверах играть можно. И вполне реально. По сравнению с тем, что сейчас происходит на большом сервере. На большом сервере есть несколько гриферов. Они троллят, они матюкаются, они пишут разные гадости. Для стримеров там вообще запрещенный контент. Потому что они пишут расизм там и прочие-прочие вещи. И сейчас даже, как я и сказал, сейчас даже хетуш вас особо не спасет. Потому что теперь хетушем пользуются и все, кто... Все, кто гриферы, извините, отвлекся. Но суть вот в чем. В том, что вы ничего с этим не сделаете. И будете просто страдать. А на маленьких серверах, поиграв с друзьями, можно. Благодаря тому, что есть механика возрождения. Плюс на маленьких серверах, если вы научитесь ориентироваться, вы можете бегать и не страдать более чем. Вот. Ну а в плане большой игры, вы просто испортите себе нервы. Я вот немножко подгорел в последние игры. Потому что меня дважды убили просто за то, что я приехал в чужую деревню. Как бы войны нету, ничего нету. Люди просто занимаются фигней, бегают. Им заняться больше нечем. Я притаскиваю вещи, а они меня убивают. Ну и ты такой, ну окей. У меня фитнес слетел. Раньше я практически три месяца был в топ-10. Сейчас я сначала свалился на 30-е позиции, потом на другие. И ты такой удивляешься, что же происходит. И каждая последняя моя игра на большом сервере, это ощущение просто бесполезности. Я поставил себе небольшую цель. Я каждый день делал энжайн. Меня хватило на 4 дня. Один день я сделал 3 энжайна, другой день я сделал по одному. Еще там 2 сделал по одному. И сделал 2 машины. Только один раз, один раз машина просуществовала до следующего дня. Все остальное время вообще без шансов. Просто без шансов. Машины не существует. Их просто как вырезают на ура. Это делают то ли наши господа гриферы, то ли еще кто-то. Но сути не меняет, что я сделал 2 машины, несколько двигателей. А по итогу из этих машин, из этих двигателей осталось почти ничего. И я немного от этого устал. То есть я играл, делал полезности, как всегда. Я уже привык их делать. Но последние игры я просто захожу. Смотрю, что происходит в поселении. Побегаю между ними. И такой... Не вижу смысла развивать поселения, которые все равно вымрут. Не вижу смысла играть с игроками, которые не установили хетуш. А среди тех, кто установил хетуш, сейчас полно гриферов. Они там пишут гадости, творят гадости. И все друг друга перебанили. Из-за вот этого непонимания, кто же все-таки виноват. И кто там грифер, а кто просто сменил чужой ник. Я, например, помогал на кузне одному человеку. Мы с ним общались, общались. А потом раз, и грифер просто занял мой ник. Это все потому, что я писал в этот чат, в фекс-чат. И я такой, окей. В результате мы с ним... Нам пришлось переписываться через стрим уже. Ну и то непонятно. Он тоже не понимал, я это не я. То есть, подходит человек, просит открыть фенс. Подписан как я. А это по сути не я. Ну и что человеку делать? Просто уже не доверять никому в игре. Потому что... Ну, потому что... Гриферы сейчас играют вот таким вот способом. Все это очень печалит меня. И расстраивает. И я перебрался на маленький сервер. Бегаю тут. Снимаю гайды небольшие опять. Но... Но... Все это печально. То есть, большая метовая игра, как таковая, пропала. Уже невозможно нормально поиграть на большом сервере. И... Вообще что-то сделать. А все просто потому, что в игре нету... Вот в реальности, если появляются люди или группировки, которые мешают поселению, почему возникли в мире законы? Почему возникли законы, порядок, наказание, суд, все такое? Потому что это рабочие механизмы. В игре их нет. В игре есть множество механизмов, которые хотят вас убить. Вот. Вот что есть в игре. И нету механизмов, которые бы защитили ваше поселение и вас от кого-либо. От новичков. Как в реальности происходит проблема? Когда общество, наверное, информационно деградирует, всегда есть какие-то там умы, либо эффективность. Ну, то есть, упадки цивилизации. Можно там почитать про всякие упадки Рима, все такое. Да, оно может возникать. Но тут это протекает, конечно же, крайне быстро. Прям нереально быстро. И... Возможно, это задумка разработчика. Но, по сути, мы не можем привести ни одну цивилизацию до какого-либо нормального уровня. Потому что все цивилизации наши гибнут очень быстро. И я очень сомневаюсь, что все так хотят играть и все так хотят к чему-то прийти. То есть, очень часто для того, чтобы нормально... Ну, как... Вы приходите в игру, чтобы получить некоторый опыт, чтобы чему-то научиться. Но вы приходите в поселение, и вам нужно чаще всего затыкать дыры. Потому что, если не вы, то их никто не заткнет. Дыры какого характера? Дыры характера следующего. Кто-то просто лялякает и забыл про огород. Кто-то занимается какой-то ненужной фигней. Кто-то, человек пять, выясняет, кто тут убийца, овец. И кого проклясть, кого изгнать. И это все бесконечно. Мне иногда кажется, что само убийство дает меньше эффекта, чем куча людей, которые потом бегают вокруг, охотятся и занимаются прочей фигней. Да, это нужная часть. Если не убить грифера, который прям умышленный-умышленный и не изгнать. Вы получите по итогу ничего хорошего. Но сколько же на это люди тратят времени? Я просто смотрю на это и очень удивляюсь. Это прямо меня выводит из себя. Появился один грифер. И десять человек бегают, ловят его. Десять, Карл. Десять, Карл. То есть представьте себе реальную жизнь. Представьте себе цивилизацию, в которой внезапно появляется один маньяк-убийца. Так вот, представьте, что все перестают ходить на работу. Все перестают делать свои дела. Все работы перестают функционировать. И вместо этого все начинают гоняться за одним человеком. Еда пропадает. Костры тухнут. Дети не рождаются, потому что... Ну, откуда дети? Потому что мы тут гоняемся по другим биомам за чуваком. Какие у нас будут дети? Да никаких у нас детей не будет. Ну и вот эта система, как я и сказал, она продолжает существовать. И я хз что с ней делать на самом деле. В общем, вот так вот и живем, собственно. Я не знаю, что тут можно сделать в этой игре. Пока не появится механик, который защищали бы игроков, с этим ничего не сделаешь. А таких механик на данный момент в игре нет. Зато есть множество механик, которые помогают обществу развалиться. Если вы смотрите фильмы про апокалипсис, это как раз вот та самая история, когда человечество погибает. Именно про это, эта игра. И про то, как все друг друга убивают и ненавидят. И то малое количество игроков, которые пытаются что-то сделать, они, конечно, вывозят. Местами. Но местами их работа просто идет на смарку. По поводу того, сколько может сделать один человек. Один человек может полностью обеспечить огород. Полностью сделать все железные, весь железный функционал. Да, может в принципе много чего сделать. То есть, эффективность одного эффективного игрока очень высока. Но для этого остальные не должны прохлаждать жопу все время в игре. А этим занимается как бы приличная часть игроков. То есть, один игрок может тащить на себе там множество игроков. Он может полностью обеспечивать кучу проглотов. Но он не может обеспечить новичка, который пришел и сжирает все кусты. И сжирает всю морковку. Ничего не сделает даже профессионал с этим. Для того, чтобы полностью восстановить огород, нужно до хрена времени. А чтобы его съесть, нужно вообще ничего. Потому что в городах у вас тратится по совсем мало единиц. То есть, если взрослый, вы можете съесть весь сад и это будет нормально. Никто даже не поймет, что же произошло. Как же так? Куда делся весь сад? Все, что мы долго делали, садили. Пришел один человек и все съел. Потому что ягодки восстанавливают единичку. А ягодки являются основой ваших овец, всего такого. Ну, в общем, это видео про нытье. Если вас оно напрягает, напишите об этом. Потому что меня напрягает то, что творится на большом сервере. Я не виню разработчика. У каждого свое видение. Но на данный момент вы не можете в игре сделать ничего. Вам очень нравится возвращаться в одно и то же поселение в течение одного дня. Но на следующий день, когда вы вернетесь, этого поселения уже может не быть. А ваши машины вам придется делать заново. И вы, как упоротый человек, будете продолжать делать огороды, делать все заново. До какого-то момента вам это будет нравиться. Но в какой-то момент вы захотите хоть дойти до какого-то условного игрового финала. Сделать хоть что-то. Три года назад я имел одну проблему. Я знал, как затыкать дыры самого простого уровня. Я мог делать базовые задачи в кузне. Я мог полностью следить за огородом. И я проводил часами в огородах. И все равно поселения как бы приходили в упадок. Но это реально то, что вытягивало хоть как-то. Я мог заняться еще готовкой на кухне. Но обычно на кухне торчит человек пять. Которые нехило мешают. И поэтому нету времени на то, чтобы это делать. Ладненько. Всем спасибо. Вы поняли мою боль, надеюсь. И напишите, что думаете по этому поводу. Как вы избегаете все эти вещи. Может вы играете как-то по-особенному. Я чего-то не понимаю. Но я играю уже в эту игру очень давно. И я все еще не вижу механизмов. По которым цивилизации могли бы тут существовать больше парочки дней. И это меня крайне-крайне печаль. Потому что начинать сначала... А! Самый главный минус игры для очень многих. Есть такое понятие сессионные игры. Фишечка сессионных игр в том, что вы не можете во время сессии отвлечься и что-либо делать. Это объективно вы не можете делать. В Ахоле есть, например, сессионки типа Херстоуна. Там вы можете отойти на 2-3 минуты и сделать чай, пока кто-то ходит. У вас есть запас времени в минуту. Вы не можете это сделать ни в Доке, ни в Лоле, ни в подобных играх. Ни в Пабе, нигде еще. Там отвлечение может стоить вам жизни и новой сессии. Но только в Ахоле ваша сессия длится 60 минут. А отвлечься вы не можете даже на 2 минуты. Даже на чай вы не можете отвлечься. Потому что вас могут убить медведя. Вас могут проклясть. Вы можете умереть с голоду. Вы можете... что-то еще может произойти. Что угодно может произойти. Голод в игре прям нереальный. Если нет одежды, у вас нету даже 10 секунд, чтобы отвлечься, чтобы посмотреть рецепт. Это делается очень сложно. Вы всегда щелкаете между экранами, между рецептом и всем таким. Да, вы можете нагнать себе юмь еды. Но я к чему веду? Ахол — это сессионная игра. И час вашей жизни должен уйти строго на Ахол. Вы не можете поговорить по телефону в этот момент. Потому что в этой игре все время надо думать. Я снимаю видосы, и я всегда туплю в игре. Потому что играть одновременно и не тупить крайне сложно. Играть и не тупить. Играть и говорить, и не тупить. Вот, сложно. Вам нужно вспоминать, какие рецепты. Что вы делаете? В худшем случае еще заглянуть на сайт. Между делом побегать. И вы не можете делать это в релаксационном режиме. Особенно на большом сервере. Потому что все вокруг меняется. Не только вы делаете действия, которые строят базу или что-то еще. Это же делает множество игроков. И как минимум 50% из них делает это неправильно. Да, можно забить на то, что они едят. Да, можно подойти и объяснить. Не ешь, пожалуйста, ягодки. Есть разная еда. Пользуйся, пожалуйста, ей. Но пока вы объясните человеку, как играть, на это уйдет 10 минут. В это время вполне реально полностью упороть огород. Полностью сделать железо. Что-то еще сделать. Новичков нужно обучать. Без этого никак. Но соотношение времени вашего АФК, еды и прочего всего в игре сделано не самым комфортным образом. И вот эта сессия ваша 60-минутная, это сессия напряженной работы. Сессия, когда вы должны быть внимательными, делать все. Вы не можете на большом сервере нормально так флексить. Вы можете, конечно, флексить. Но вы будете тогда еще одним бездельником, из-за которого поселение не просуществует больше 2-3 поколений. Потому что каждый бездельник ведет к гибели. Если бы хотя бы 50% игроков играли на высоком уровне, вот если посмотреть, сейчас зайти на большой сервер, сколько игроков с фексом вы встретите, то есть с хетушем установленным. В одной деревне в среднем есть там 10-15 игроков. И где-то в лучшем случае 2-3 игрока пользуются фексом. Притом несколько из них даже не знают, как им пользоваться. У них там просто рандомное имя. Оно даже не названо. Они даже не написали name. Это значит, что уровень игры без зума... Ну, представьте, что такое играть в игру без зума, где машину просто невозможно видеть, куда ведешь. Ты не можешь ехать, не можешь находить, нету координат. Ты не можешь перевести из одной деревни в другую. Ничего. То есть все играют на очень-очень базовом уровне игры. И я не помню, есть ли в игре горячие клавиши. Хетуши есть. А можно ли в игре это делать, я даже не понимаю. В общем, как вы поняли, я полностью сгорел от игры на большом сервере и сказал себе, я не буду больше там играть в ближайшее время. Буду играть себе тут, делать себе машинки, ездить, может поэкспериментирую с разными вещами. Сейчас я экспериментирую с колодцем. Если вам что-то интересно, пишите, пожалуйста, мне в комментарии. Пишите свое мнение. Пишите, согласны ли вы со мной. Можете ставить дизлайки. Они тоже приносят мне этот фидбэк. Ютубу все равно есть дизлайки, нету дизлайков. Он считает главная активность. Вот. Я думаю, что вы можете относитесь к игре по-другому. Не так ненавидите новичков, как я. Но я на самом деле их ненавижу. Просто я считаю, что посвящать новичкам всю игру может только другой новичок. Я местами показываю, делаю железо, делаю это. Это никак не улучшает ситуацию. Если игрок играет без фекса, это игрок как бы останется всегда на уровне одного поселения. А игра в одно поселение на большом сервере невозможна. Вы не сможете добыть масло. Ой, керосин, бензин. Ну, в общем, я не могу остановиться от этого горения. Всем спасибо за то, что смотрите, лайкаете. До свидоса в следующем видосе. До свидоса в следующем видосе. Это будет теперь моя фраза, если я ее не забуду. До следующего видео.